Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. Сегодня хочу рассказать об очень большой, скажем так, огромной блесне от фирмы Strike Pro. Модель называется Killer Profi 80. Длина данной блесны 150 мм и вес 80 грамм. Блесна очень большая. Для чего я ее брал? У нас в наших окрестностях есть водоемы, где воблеры зачастую молчат. И хищник, в частности щука, в основном отлично ловится на блесну. Я не знаю, с чем это связано и чем это обосновать. Но очень многие рыбаки знакомы, и я в частности сам, приезжая на этот водоем, какие только воблеры не использовали, ничего не идет. Ставишь блесну и пошло-поехало, как говорится. Не знаю, с чем это связано. В разные периоды приезжали, и именно в основном щука идет лучше всего на железо. И однажды, освоив джерковую ловлю, увидев блесну за сущие, скажем так, копейки, в моем понятии, я покупал в районе 50 рублей, данную блесну решил взять себе на пробу вот такую вот блесну для таких водоемов. Да и не только, в принципе, для конкретных водоемов, где на блесну лучше. Вообще, просто хотел большую блесну для джерковой данной снасти. Приобрел я эту блесну. Соответственно, нужно на нее, конечно, подобрать еще вертлюжок. Я поставил такие вертлюги, обычные, с круглым сердечником, скажем так. Так, да, все было неплохо, но данные вертлюги грешат тем, что у них со временем перетирается вот эта так называемая проволочка. Я не знаю, как объяснить. Вертлюг я тот выкинул, вот на смену еще пока не купил большой бочкообразный вертлюжок, который, скажем так, стойкий к истиранию, и проблем с ними не бывает. Обязательно подобрать нужный вертлюг, соответственно, для этой блесны подходящего размера. И, соответственно, вполне можно рыбалить, если снасть вам это позволит. Соответственно, полетные характеристики за счет веса вполне приемлемы. Единственное, за счет плоской такой, скажем так, конструкции, блесна может немножко как бы отклоняться в полете, скажем так, немножко уходить от курса. Но это такой небольшой нюанс. Игра данной блесны довольно-таки ощутимая вибрация, скажем так, как возмущение в воде создает. Щука зачастую, в зависимости от периода, дуреет. Она вот это все очень активно, так как агрессивно атакуют данные блесны. Рыбалил я, конечно, ней не так часто, но щуки я, в принципе, на нее уже достаточно поймал. В основном щука, опять же, цепляется непосредственно за стройник. Не знаю, с чем это связано, но как бы блесну она почему-то не загладывает. Может, связано с тем, что довольно крупно, и она быстро при подсечке как-то вырывается. Я не знаю, что она ее может плотно как-то прижать не может. Но в основном, говорю, поклевки происходят за челюсть, за губы, за вот это все. То есть, в этом плане. Блесна довольно неплохая в плане игры. Имеет довольно такую размашистую игру. Соответственно, на паузе имеет такие покачивающие колебания, когда она тонет. Соответственно, интересная такая игра у нее. За, в принципе, такую цену я ничуть не жалею о приобретении данной блесны. Скажем так, есть крупноводбы, есть джерки, есть вот такие здоровенные блесны. Спиновая снасть, конечно же, не позволит вам ловить на данную блесну. А вот как раз-таки снасти, которые рассчитаны для больших весов, вполне уже для нее подходят. Блесна ловит щуку. Это могу вам уже подтвердить. Проверено, потому что неоднократно уже ловил на данную блесну. За такую стоимость однозначно рекомендую к покупке. Скажем так, в вашем арсенале блесна таких размеров всегда пригодится. Те, кто ловит на крупные приманки. Так что зачастую, когда на джерке, либо на пулбейте, там на что-то щука не активно клюет, можно поставить блесну, и, возможно, это активизирует, скажем так, ну, не активизирует, а принесет дополнительные какие-то хорошие результаты. Потому что зачастую, опять же говорю, щука игнорирует почему-то ваглера и прочее, и вот именно долюбляет порой блесны. Не знаю, с чем это, опять же, связано. Так что всем рекомендую к покупке. Блесна довольно-таки неплохая. Особенно за такой ценник. Тут, я так думаю, что один крючок только стоит чего. Так как очень острый, я так понимаю, что-то из серии VMC или Owner. Довольно крепкий, надежный крючок у неё. Всем рекомендую к покупке. Всем спасибо за просмотр. До свидания.